Исправная контактная сеть Воздушные стрелки должны обеспечивать плавный переход полоза токоприемника с контактного провода одного на контактный провод другого пути без нарушения токосъемника с установленными скоростью. Это зависит от качества их монтажа, регулировки и соблюдения технических условий и норм. Рассмотрим основные конструкции воздушных стрелок. Воздушная стрелка над обыкновенным стрелочным переводом. Пересечение проводов, образующих стрелку, должно отстоять от осей прямого и отклоненного пути на расстоянии 360-400 мм. И находиться в том месте, где расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов крестовин составляет 730-800 мм. Зона нерабочей ветви контактного провода находится от оси главного пути на расстоянии 630-1100 мм. А по вертикали выше рабочего контактного провода на 150 мм. Здесь же находится основной электрический соединитель. При необходимости устанавливают дополнительный электрический соединитель. Зона воздушной стрелки – основная зона подхвата полузонтокоприемника контактных проводов. Рассмотрим воздушную стрелку над перекрестным стрелочным переводом с ромбовидным пересечением контактных проводов. Пересечение находится в том месте, где расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов крестовин составляет 730-800 мм. Как с одной, так и с другой стороны. Фиксирующие устройства на стрелке придают форму ромба из контактных проводов. Это обеспечивает надежный проход токоприемников. Но допускается и одинарное пересечение контактных проводов над центром пересечения осей путей. Размеры расположения элементов этих воздушных стрелок равны размерам воздушной стрелки над обыкновенным стрелочным переводом. Рассмотрим воздушную стрелку над глухим пересечением путей. Пересечение контактных проводов должно находиться над пересечением осей путей. Размеры расположения элементов этой стрелки идентичны стрелке над обыкновенным стрелочным переводом. На главных и приемо-отправочных путях станции воздушные стрелки должны быть фиксированными с обеспечением возможности взаимных продольных перемещений контактных проводов. Для этого на нижний рабочий провод устанавливается ограничительная накладка с фиксирующими зажимами, так чтобы при среднем значении температуры воздуха данного региона пересечение проводов находилось в средней части ограничительной накладки. И расстояние между проводом и накладкой составляло 13-15 миллиметров. Длина накладки 1200-1500 миллиметров и более. Нарушение этих правил приводит к разлегулировке воздушных стрелок, защемлению проводов. Несущие троса полукомпенсированной контактной подвески должны соединяться зажимами над местом пересечения проводов. На компенсированных контактных подвесках на воздушных стрелках несущие троса с зажимами не соединяются. На расстоянии не менее 800-1000 миллиметров от зоны подхвата в сторону крестовины стрелочного перевода или не менее 1200 миллиметров от оси примыкающего пути до контактного провода между несущими тросами и контактными проводами устанавливают двойные вертикальные звенивые струны. В местах, где контактная подвеска имеет малую конструктивную высоту, устанавливают скользящие струны. Для одновременного подъема контактных проводов применяют различные устройства, что обеспечивает плавное и надежное прохождение токоприемников в зоне подхвата. На Свердловской дороге разработано устройство с противовесом. Работает это устройство на принципе балансировки сил, действующих на контактные подвески, образующие стрелку. При расположении несущих тросов в разных уровнях и при малой конструктивной высоте применяют конструкции к несущему тросу, обеспечивающие устойчивую работу устройства. Конструкцию монтируют в зоне установки двойных струн. При нажатии контактного провода токоприемником он поднимается вместе с жесткой распоркой, поворачивает рычаг с балансиром и вторая жесткая распорка вместе со вторым проводом поднимается вверх на такое же расстояние. На ряде дистанции электроснабжения Московской железной дороги аналогичное устройство устанавливается на расстоянии 800-1000 мм от места подхвата контактных проводов и автоматически регулирует их положение на стрелке. При нажатии токоприемника на контактный провод жесткая распорка поднимается вверх и за счет шарнирных соединений увлекает за собой вторую жесткую распорку и соединенный с ней контактный провод. Благодаря этому контактные провода сохраняют горизонтальное положение и токоприемник без помех проходит эти воздушные стрелки. На сети дорог имеются и другие типы конструкции одновременного подъема контактных проводов, например, перекрестные жесткие распорки и гибкие струны, перекрестные гибкие струны, перекрестные жесткие струны и другие устройства. Практика показывает, что при техническом обслуживании и ремонте воздушных стрелок особое внимание должно быть уделено зоне подхвата, зоне прохода полозатока приемника под нерабочей ветвью отходящих контактных проводов. Инструментально проверяют расположение точки пересечения контактных проводов в ограничительной накладке. Проверяется крепление болтовых зажимов, шплинтов, контргаек, осматривается контактный провод, несущие тросы, электрические соединители, звеневые струны, жесткие распорки и другие узлы контактной сети. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Устойчивая и надежная работа воздушных стрелок контактной сети зависит от своевременного их диагностирования, выявления и устранения узких мест, работа устройств одновременного подъема контактных проводов. Контактная сеть не имеет резерва, и ее надежная работа направлена на обеспечение безопасности движения и выполнение графика движения поездов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Продолжение следует...